Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы вновь поговорим о башне магов. Да, недавно уже был видосик у меня на ютубе, где я рассказывал о том, что вот, если введут башню магов всё-таки в 9.5 во время легионских таймволков, то пускай вводят новые награды. В целом, да, они так и сделали. Новая награда — это рекалоры сетов Т-20, которые были в гробнице Саргераса. Ну, окей, ладно, то есть легионский таймволк, рейд гробниц Саргерас соответствует легиону, пускай, хорошо, кому-то, если сеты эти нравятся, пусть их трансмогуют. Помимо этих сетов, будет величайшая награда для тех людей, которые захотят пройти абсолютно все 7 испытаний. Награда? Вспомните маунтов, за которых мы голосовали, где мы в итоге получили Цветущее Древо. Маунтом за прохождение всех испытаний, 7, будет парящий гримор. Окей, хорошо, но с целью этого нам, конечно, потребуется не один персонаж, потому что на одном персонаже можно пройти, ну, там, 2-3 испытания. Скорее всего, потребуется 3 или 4 персонажа. Возможно, и мне придётся прокачать некоторых персонажей, там и в других спеках чуть-чуть получится играть, но это уже моя главная волна. Также, самое главное, артефактные оружия, которые давались, интересные вот эти облики за прохождение башни магов, они не будут доступны, потому что компания Blizzard говорит о том, что всему своё время и было бы неразумно вводить старую награду, уникальную, вновь. Поэтому введена новая награда. Также башня магов будет адаптирована как довольно-таки интересный челлендж, то есть всё будет проскалировано и будет, ну, всё-таки как-то тяжело. Окей, хорошо, посмотрим, насколько это будет тяжело. А также медведи получат интересный осквернённый вид, который чуть-чуть соответствует тому облику, который давался в регионе при прохождении башни магов. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!